Виктор Дудукалов, заместитель главы Бердянского районного совета, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую. Виктор, вот в ночь на 27 июня над временно оккупированным Бердянском были слышны взрывы. Были такие сообщения. А есть ли у вас подробности, что же там случилось? К сожалению, по конкретно этому факту еще деталей нет. Я думаю, у них появятся обязательно сообщим о них. Однако, в последнее время зачастили непонятного происхождения взрыва. И вчера местные жители вечером слышали минимум два раза звуки, очень похожие на прилеты. Однако, с одной стороны, если у нас на территории происходят прилеты, не всегда они происходят непосредственно на территории города Бердянска. А часто за городом прилетают либо беспилотники, либо ракеты по позициям вражеским. Удивляться этому нечем, потому что сосредоточено огромное количество техники боекомплекта живой силы вражеской, непосредственно на тыловой территории в Бердянске и в окрестностях. И иногда взрывы слышны в качестве работы противовоздушной обороны вражеской, которая пытается сбить беспилотники, которые оккупированы территорией, летят транзитом. Ну и потом уже радуют русские НПЗ, русские заводы, аэродромы и так далее. То есть природа происхождения разная и, повторюсь, не всегда есть конкретные результаты. Однако мы понимаем, что спокойствия нет и не будет на оккупированной территории, несмотря на то, что это глубочайший тыл врага. Ну вот после удара по временно оккупированному Крыму местные так называемые власти заявили, что опасности нет, мол, туристы и дальше могут приезжать на пляжи отдыхать. Ну вот такой вот отдых возле военных баз. Да еще и тревогу во время обстрела в курортный сезон. Ну зачем включать? А как обстоят дела в Бердянске? Там же тоже оккупанты громко заявляли об открытии курортного сезона. Как говорил классик, никакой паники нет, но немножко тревожно на самом деле. Да, и знаете, вот этот вопрос, который регулярно ставится в местных чатах. Здрасте, здрасте, мы там из Барнаула или мы из Саратова. Скажите, а можно к вам ехать? У вас там нормально, спокойно. И из 5-7 ответов, ну несколько таких одинаковых, да, тихо, спокойно приезжайте, конечно же, ну заготовленных. А парочку таких, которые скажут, что, ребят, приезжайте, но мы предупреждаем, безопасность вам тут никто не гарантирует. Действительно, курортный сезон сопряжен с тем, что люди, которые, ну так называемые люди, которые приезжают с материковой России, регулярно слышат обстрелы, регулярно слышат взрывы, детонацию и что угодно, не связанное абсолютно с отдыхом. И это очень многих пугает. Плюс комендантский час и курорт несовместимы абсолютно. И что касается сигналов тревоги, действительно, конкретно в Бердянске воздушную тревогу слышно практически только на территории порта, потому что там сигнал установлен и по факту ее слышат лишь там окрестные улицы, а так воздушной тревоги в городе Бердянске и в окрестностях нет. То есть у людей оповещений нет об этом. И я так понимаю, что уведомление о том, что будет какая-то потенциальная опасность и угроза, только для избранных в принципе. Но это не только в Бердянске происходит, это в оккупации в целом нормальная абсолютно для них ситуация. Но местное население о том, что может что-то лететь по территории, ничего не знает. Однако Верха, все в курсе и там, соответственно, прячутся. Для них в свое время готовили бомбоубежище, в которое тоже пускали там чуть ли не по спискам. Поэтому, ну знаете, это кошмар, конечно, но оккупационным властям просто плевать на цивильное население. Такой мой вывод. Ну то, что нет сигнала воздушной тревоги, можно это считать, что это такая тоже мнимая картинка спокойствия, что все хорошо? Я думаю, что это в том числе, да, однозначно. Потому что, ну да, люди на пляже приехали, их там убеждали из телевизора, рассказывали в пресловутом Барнауле или Саратове, им рассказывали, что там все классно, все хорошо, едьте на море, наши там освобожденные новые территории, там все супер. А тут они приезжают, а там воздушная тревога. Может, жителям Белгорода не привыкать, теоретически, да, и я уже понимаю, что не привыкать, и слава Богу. А другие жители других городов, наверное, будет это намного сложнее. И пропаганда, ну как бы, сломается, а такие вот случаи. И я думаю, я не думаю, я уверен, что россияне этого очень боятся, они все-таки, у них пропаганда должна побеждать, и другого мне не должно быть. Поэтому, да, вот такая вот ситуация, но, и повторюсь, это все-таки сопряжено с риском и опасностью, а им по барабану. Есть также информация, что не хватает кадров для работы, вот в частности на курортах. Говорили, что в город из Ростова привезли водолазов даже, насколько это правда? Вот про водолазов, откровенно скажу, я не слышал, но на самом деле удивляться от того, что там привезли водолазов или кого-то еще нечего. Водолазы, ну такие специфические профессии, они всегда были востребованы. Однако Украина до войны, до оккупации закрывала эти вакансии, ну и, скажем так, своими специалистами обучали, готовили и чем-то мотивировали. То по состоянию на сейчас, ну происходит однозначно так, что шефы из Твери едут варить трубы, которые рвутся в Бердянске. И оккупанты об этом бравируют, что вот смотрите, вот шефы из Твери приехали выполнить какие-то работы по инфраструктуре. Это, конечно, ну я не знаю, это, конечно, гений логистики просто. Вместо того, чтобы своими силами местными заниматься элементарными, казалось бы, элементарными работами, из Твери приезжает сварщик в Бердянск. Нужно посмотреть на карте какое-то расстояние. Ну не только сварщик, я так понимаю. Из Твери приезжает сварочный аппарат, из Твери приезжают электроды, то, что там оккупанты все разворовали по месту. И из Твери приезжает вообще в принципе автомобиль какой-то, который это все дело привозит, а потом увозит. И в результате оккупанты на месте не выстроили, ну не настроили практически ни в какой сфере нормальную работу. Я имею в виду в первую очередь жилищно-коммунальное хозяйство. И удивляться тому, что завтра там приехали водолазы или какие-то еще специалисты, нечему. Потому что нет, ну по специальностям, начиная там от ветеринара, заканчивая архитектором, желающих нет. Причиной первой и однозначной, вернее самой очевидной причиной, есть то, что местное население в таком составе, в котором рассчитывали и хотели оккупанты, не пошло на сотрудничество. Потому что специалисты не пошли в таком объеме работать на врага, покинули оккупированную территорию. И этого однозначно оккупанты россияне не ожидали. И сейчас им приходится тратить сумасшедшие деньги со своего бюджета, вместо того, чтобы поднимать свою целину, тратить сумасшедшие деньги со своего бюджета для того, чтобы сварить в Бердянске трубу, которую рвет постоянно в одном и том же месте, грубо говоря. Поэтому вот, к сожалению, такие реалии. Но помощь, кстати, ищут не только в Твери. Говорят, что Северная Корея в июле уже готовится отправить на оккупированные украинские территории инженерные и строительные войска. Ну, наверняка тоже по этой причине, потому что некому варить трубы и строить. Это военная компонента, которая, я, честно говоря, был удивлен, когда такие появились анонсы. Но мне кажется, что Россия, которая 20 лет готовилась воевать и сейчас проседает по такому, казалось бы, полуцивильной такой сфере, как военные инженеры и строители. И сейчас у них нет на это сил и средств. Я думаю, что все плохо. Просто вот одна причина, что все плохо, на самом деле. Удивляться тоже тут. И тут нечего. Потому что у нас в оккупированной территории были уже замечены, я не знаю, как правильно назвать, наверное, наемники. Которые, судя по цвету кожи, приехали из дальних стран, из дальнего зарубежья, из каких-то дружественных государств, скорее всего, африканских. Местные, в шутку, называют их чунгачанги, потому что они себя соответствующим образом ведут. Я, конечно, против расизма, но у местных там свой юмор на эту тему. Но им не доверяют ничего, кроме веника, на самом деле. Вот веники могут поручить и на тумбочке стоять. Я не знаю, как будет с северокорейскими инженерами, насколько они квалифицированные кадры. Но подозревают, что учитывая уровень развития Северной Кореи, то, что у них там зарплата от 3 до 10 долларов в месяц у стандартного населения, то удивляться нечему, что им то же самое там им поручат проектировать на бумаге, когда есть уже CorelDrop, Photoshop и прочие программы, непонятно что. Я понимаю, что Россия просто, ну это агония, вот эти поездки по своим партнерам с протянутой рукой, дать ей снарядов, дать ей инженеров, дать ей хоть чего-то. Говорит о том, что резервы и запасы под большим вопросом, и, скорее всего, пополнять их нечем, и личный состав. Поэтому приходится колядовать. Давайте далее о детях поговорим. Окупанты создают в Бердянске интернат, чтобы перевоспитывать и готовить для усыновления детей, украинских детей, из временно оккупированных территорий. Это еще один способ украсть наших детей. Не получится ли так, что они из вот этих интернат, дети, делают такой вот живой щит, чтобы прикрыть, к примеру, свои склады, другие военные объекты? Почему именно в Бердянске это делают? Во-первых, риторика «здесь же дети» и прикрываться детьми и такими социальными разными слоями женщины, дети и старики никуда не делась. Мы 10 лет на протяжении войны украино-российской слышим постоянно об этом. Но когда возле драм-театра Мариуполя огромными буквами было написано «дети» на земле, это не остановило оккупантов от того, чтобы они туда сбросили свои огромные тонны или полуторатонны бомбы и убили там огромное количество людей. Поэтому рассказывать о детях и поступать по факту – это две больших разницы, если мы говорим про россиян. Что касается интерната, на данный момент, кроме как документ, который регламентирует якобы его в перспективе создания, больше ничего нет. Я думаю, в Бердянске однозначно их устраивает инфраструктура, однозначно их устраивает расположение, плюс в Бердянске и был интернат. Я думаю, что его мощности и могут задействовать оккупанты. Но в целом, звенья одной цепи на сейчас создание интерната, я возвращаюсь назад примерно к концу 2022 года, когда оккупанты одними из первых органов функциональных создавали, карательные органы а-ля службы по делам детей. И суды в первую очередь тоже создавались под этот вопрос для того, чтобы в репрессионном порядке принимать решение об изъятии детей из семей. И соответственно, у тех семей, которые считаются проукраинскими, у тех семей, которые отказываются получать паспорта, отказываются регистрироваться в различного рода реестрах оккупантских. И мы понимаем, что то, что прописано в пунктах деятельности этого интерната, в том числе прикрыта пропаганда. То есть однозначно оккупанты хотят иметь подконтрольный себе Гитлер-Юген, зазамбированный, запропагандированный в государственном порядке, в государственном ключе, который будет просто воевать в перспективе на их стороне. Это более чем очевидно, поэтому, да, к сожалению, дети продолжают оккупанты ими манипулировать и продолжают пытаться их использовать в своей никчемной войне. Вот берешь паспорт, наушники в подарок. Оккупанты придумывают уже акции, чтобы украинские подростки получали российские паспорта. Об этом рассказал глава Запорожской АВА Иван Федоров. Как еще принуждают брать вот эти бумажки, которые они называют паспортами? Самое жесткое принуждение – это отсутствие нормальной жизни, закрученные гайки и отсутствие жизни без паспорта. То есть, когда человек не может воспользоваться элементарным, вызвать скорую, потому что у него нет паспорта, либо быть принятым в медицинском учреждении ургентно или зарегистрировать ребенка к врачу, а ему говорят, что мы без паспорта вас не обслуживаем, хотя все так называемое законодательство регулирует, как они нам говорят, граждан иных государств, ну, и мы говорим про украинских граждан в первую очередь, то это самое ужасное принуждение, и это то, что оккупанты просто бьют по-больному. А что касается всякого рода мотивации, то получается, что не так уж все хорошо с получением паспортов, несмотря на то, что у людей жизнь просто невозможна в оккупации без паспорта. Да, наушники, молодежи, да, я помню акции, когда людей заманивали тем, что вы получите гуманитарку, гуманитарную помощь давали оккупанты тем, кто получит паспорт в свое время, была такая акция. Причем, я скажу честно, акция не сильно прижилась, потому что, во-первых, люди плевались на эту гуманитарку ужасного качества, во-вторых, люди плевались, в принципе, на такой процесс, они говорили, ну, вы могли просто не делать всего этого, не оккупировать нашу территорию, чтобы мы не нуждались в гуманитарной помощи. Нам сейчас не надо протягивать сейчас руку с конфетой, а перед этим в этой рукой дали нам пощечину. Вот, собственно говоря, и вся мораль, не нужны были ни оккупанты, не нужна была ни оккупация, ни их паспорта, какие-то там давать плюшки, чем-то заманивать, что возьмите, пожалуйста, паспорт. Не хотят люди становиться принудительно россиянами, они украинцы, они остаются украинцами. Люди получают паспорта, получают там эту помощь и продолжают ненавидеть Россию. Вот такая вот ситуация в оккупации, и она уже не поменяется, это уже все, что эта территория не приживется, население, общество не приживется, не интегрируется. Оно не станет насильно русским, мил не будешь насильно. Вот и все. Еще коротко хочу спросить по поводу железной дороги. Вот вы недавно сказали, что та часть, которая шла вдоль автомобильной трассы из Донецка в Запорожскую область, на самом деле это строительство нефтепровода. Можете, пожалуйста, объяснить, у нас есть еще минутка. Да, была информация от журналистов и от следователей о том, что действительно строительство дороги оказалось строительством нефтепровода. Последнее время курсируют корабли, которые перевозят нефтепродукты по Азовскому морю. Очень соответствуют действительности. На данный момент актуальной информации о строительстве нет, потому что, насколько я понимаю, строительство осталось в той же фазе, в которой было подготовительной. То есть из свежего и актуального в последнее время вдоль автомобильной дороги, вдоль которой идет стройка, оккупанты начали устанавливать прямо вдоль практически огромных кусков проезжей части колючую проволоку, для того, чтобы нельзя было с дороги попасть на соседнюю территорию, посередине, что там происходит для цивильного населения. То есть оккупанты даже теперь пытаются и стройку прятать от глаз людских. Я понимаю одно, что железную дорогу, я всегда заявлял, что железную дорогу через Бердянск прокладывать смысла нет. Бердянск тупик, он заходит, железная дорога там заходит в тупик и упирается в море. Все, Бердянск с трех сторон окружен морем. Транзит железной дороги там практически невозможен. Поэтому будем смотреть, когда же будет стройка, но оккупанты хотят сообщить Ростов и Крым. Это однозначно, потому что Крымский мост, как говорится, все. На этом мы закончим разговор на этой прекрасной ноте. Виктор Дудукалов, заместитель главы Бердянского районного совета, был на связи с Фридомом. Благодарим. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал Фридом, чтобы не пропускать главного.